Большая ответственность, честь и отличная реклама курорту в Сочи сегодня стартовал Кубок Конфедерации. 20 новых реанимобилей пополнили автопарк Сочинской скорой. Прибыл на курорт и десант врачей из других регионов. День медработника министр здравоохранения края встретил за операционным столом. С его помощью на свет появились два маленьких сочинца. Более двух тысяч новых зонтов появилось на пляжах Сочи. Оборудование привезли из Китая. В этом году станет больше и самих пляжей. Кубок Конфедерации И если потребуется останавливать строительство на этапе котлована. Всегда за самовольно возведенным строением стоят конкретные люди. Поэтому никакой здесь самовольности нет. Здесь молчаливое согласие. И явно не безвозмездное. Сегодня в большой команде краевой нету таких, которые молчаливое согласие дают. Не может быть никаких новых самостроев. Это позиция. Позиция, которая, я уверен, сегодня в крае сформирована. И однозначно она правильна. Потому что она поддерживается жителями края. А для нас позиция жителей края приоритетна. И каждый глава муниципального образования, по каждому, если, не дай бог, хоть один объект, самоволь возведенный появится, лично мне будет рассказывать, почему и как. Но, коллеги, я, как правило, никаких объяснений я уже не принимаю. Они не нужны. На совещании Вениамин Кондратьев также попросил мэра Краснодара ускорить строительство школ в хуторе Ленина и при Кубанском округе. В Сочи стартовал первый матч Кубка Конфедерации. На стадионе Фишт встретились сборные Германии и Австралии. А перед этим в пресс-центре на вопросы журналистов городских, федеральных и иностранных. СМИ ответил глава Сочи Анатолий Пахомов. Приветствуя представителей СМИ, Анатолий Пахомов отметил, что проведение Кубка Конфедерации для Сочи – это и большая честь, и ответственность. Курорт задолго до старта турнира начал готовиться ко встрече спортсменов и болельщиков. А их в эти дни десятки тысяч, как российских, так и зарубежных. Город украсили, сделали брендирование, чтобы у всех гостей было настроение спортивного праздника. Конечно, Кубок Конфедерации привлекает любителей футбола. И мы очень надеемся, что наряду с тем, что они увидят красивые игры футбольные, обязательно побывают в городе, побывают на объектах показа, посмотрят нашу город, полюбуются нашими красотами. Я уверен, что это обязательно сделает положительные выводы, и обязательно они будут рассказывать и своим знакомым, друзьям о том, что есть такой красивый город Сочи, и надо бы туда съездить. Накануне турнира в городе был разработан транспортный план. Усилена работа автобуса в электричек. Сегодня на спортивных маршрутах задействовано 254 автобуса, в том числе и специальных шаттлов. Они будут ходить до полуночи, а в день полуфинальной встречи 29 июня до 3 часов ночи. Ласточки в пиковые часы будут двигаться с периодичностью 4-5 минут. Проезд в них для тех, у кого есть билет на игру и паспорт болельщиков, да не матчей свободны. Информационные стойки, где можно получить всю информацию, расположены в аэропорту, на вокзалах, а также в знаковых местах города. Особое внимание на курорте уделено безопасности. К охране общественного порядка в Сочи привлечено более полутора тысяч сотрудников полиции. Помогают им представители казачества и ДНД. Медицинское обслуживание мероприятия будут осуществлять 11 бригад скорой медицинской помощи. Еще 10 работают на территории Олимпийского парка. Задействовано 780 медиков. В Сочи во вторник ожидаются дождь и гроза. Местами порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Спасатели рекомендуют населению гостям курорта воздержаться от выхода в горы и в поймы рек. В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 010. К другим новостям. Сегодня в 7 утра в поселке Головинка произошло ДТП. По данным очевидцам, сообщает сайт Блок Сочи, водитель превысил скоростной режим, вылетел из поворота и машину вынесло на встречную обочину, где стояла спецтехника. Каток весом в 15 тонн. Водитель получил ушиб головы. К слову, на этом участке дороги идет ремонт и скоростной режим 50 км в час. Волонтеры в Сочи помогут бороться с нарушителями правил парковки. Полномасштабная работа службы эвакуации начнется в июле. Такие решения приняты на рабочих встречах в администрации города. Проинспектировать центральные улицы курорта на предмет доступности проезда, в том числе и спецтранспорта, вместе с волонтерами вышел. И первый заместитель главы города Могдин Чермит. Снижение интенсивности работы служб эвакуации привело сегодня к очевидным проблемам, когда центральные улицы города вновь превратились в хаотичные парковочные зоны. Слушаю вас. Добрый день. На улице Карла Липнихта, возле банка ВТБ, стоит автомобиль Сузуки под знаком 327. Будьте добры отправить экипаж и эвакуатор. Примите меры. Принято. Спасибо. Не все звонки, поступающие от волонтеров, по нарушениям правилам сегодня оперативно отрабатываются. Одна из причин – большая часть сотрудников полиции задействована в работе по обеспечению правопорядка в районе проведения Кубка конфедерации. Провели мониторинг улиц Островского, Воровского, Карла Липнихта, переулка Зеленого. Порядка 300 звонков было с нашей стороны в ГИБД города Сочи. Отреагировали всего лишь на два случая нарушения. Эвакуация не должна быть выборочной. Об этом не раз шла речь на планерных совещаниях главы города. Если под знаком стоит пять машин, то и эвакуировать надо все пять. Но, отметил Мугдин Чермит, убирать нужно те машины, которые реально мешают движению других автомобилей и пешеходов. Параллельно комиссия по безопасности дорожного движения пересмотрит дислокацию установленных знаков и бесплатных парковочных мест. Так как мест не хватает, ну там где можно, ну пусть паркуются. То, что под знаками паркуются, тоже давайте посмотрим. Но если какой-то квартал может быть чуть пошире, а там стоит знак, давайте тоже пойдем навстречу. Автовладельцам, в свою очередь, напоминают не оставлять авто под запрещающими знаками и не нарушать правила парковки. Мы вернемся к полномасштабной работе по эвакуации автомобилей и обеспечим доступность наших улиц и проезд по ним. Ни полиция, ни пожарные службы зачастую не могут добраться к месту назначения. Работать по эвакуации автомобилей мы будем. Это будет совместная работа, но это будет вестись по наблюдениям той комиссии, которую мы сформировали, для того, чтобы впредь избежать различных кривотолков и жалоб со стороны населения. С 11 июля контролировать работу служб эвакуации в Сочи будет мэрия. Таковы новые требования федерального законодательства. Рината Шипулина, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. К проведению Кубка Конфедерации готовы все службы курорта, в том числе и отрасль здравоохранения. Сегодня на стадион Фишта отправились новые кареты скорой помощи. Специально для турниров по футболу FIFA для сочинской станции Краевое министерство здравоохранения приобрело 20 новых реанимобилей. Сегодня автомобили медикам передал глава Сочи. Все реанимобили на базе «Газель Некст» укомплектованы одинаково новейшим медицинским оборудованием производства России, Германии, США и Италии. Под капотом же 150 лошадиных сил. Да и вообще отечественный автопром не подвел. По характеристикам новые «Газели» не уступают иномаркам, которые сегодня работают в автопарке. Врачи и водители в один голос рассказывают мэру о преимуществах работы на новых каретах скорой. Самое главное, что есть автопорс-аппарат, который в процессе транспортировки может делать непрямой массаж сердца. То есть мы можем не останавливаясь, потеть больного, наносить, закрепить и транспортировать в больницу. Также автомобили оснащены дефибриллятором, аппаратами искусственной вентиляции легких, портативными компрессорными небулайзерами, электрокардиографами нового поколения. Одним словом, здесь все соответствует международным медицинским требованиям. Мы должны были учесть требования FIFA, которые, нужно сказать, достаточно жесткие. И поэтому в новых машинах учтены все эти требования и оборудование, пожалуй, нового класса. И я бы сказал, даже несколько лучше, чем те, которые мы получали к Олимпиаде. После чемпионата мира «Газели» останутся в автопарке скорой. Ну а сегодня на вызовах по городу работает еще и 97 «Фольксвагенов». Хватает сегодня и персонала. В рядах медицинских работников также произошло пополнение. В Сочи прибыл десант из более чем 100 медиков из разных регионов страны. Все они будут оказывать экстренную помощь сочинцам и туристам в горячий сезон. Вновь прибывшим администрация города выделила временное жилье в гостиничном фонде курорта. И все же жалобы на сочинское здравоохранение пока фиксируются, подчеркивает Анатолий Пахомов. Человеческий фактор, мне кажется, срабатывает. Диспетчер должен быть и психологом, и патриотом, и человеком душевным. По ГЛОНАССу мы все это дело контролируем. Сейчас мы посмотрим, еще кого поставить более, скажем, везде на мониторинг. Ну и чтобы, конечно, лето у нас прошло нормально, без эксцессов. Качество оказания скорой медпомощи в этом сезоне будет на более высоком уровне, утверждают медики. К новому сезону и наплыву отдыхающих скорая помощь готовились заблаговременно. Галина Моисеева, Инга Габеши, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. День медицинского работника. Министр здравоохранения Край Евгений Филиппов встретил за операционным столом в Сочи. Он принимал роды в перинатальном центре курорта. Для пациентки участие министра в операции было неожиданным. Министр по должности, врач по призванию. Даже свой профессиональный праздник Евгений Филиппов проводит со скальпелем в руках. Результат сложной операции – рождение мальчика весом 4 килограмма 150 граммов и ростом 56 сантиметров. Жительница Сочи, в свою очередь, даже не догадывалась, кто будет ее оперировать. Мы только можем одно поздравить с рождением сына. Все нормально, все хорошо, операция закончилась. Молодец, умничка. Мы тоже ничего. Для Евгения Федоровича это был еще интересный практический случай – крупный плод и ножное предлежание. Очевидные показания для кесарево сечения. К слову, насчет у врача уже более 10 тысяч принятых родов. А богатыря еще до рождения нареченного Сергеем тут же познакомились с мамой. В целом в Сочи сегодня используются все технологии и самые современные методики для благополучного рождения малышей. В доказательство этого – отделение реанимации новорожденных. Здесь, как и в остальных перинатальных центрах края, выхаживают детей от 500 граммов. Сейчас здесь находится ребенок, родившийся три дня назад, весом всего 700 граммов. Бережное внимание медиков, круглосуточный труд – все для того, чтобы малыш размером с ладошку смог расти, развиваться и радоваться жизни. Рождаемость в крае продолжает расти. И сегодня мы стараемся все сделать для того, чтобы наши детки были здоровы. И сегодня есть все возможности для выхаживания таких детей, если они родились с патологией или родились с экстремально низкой массой тела. Вы видели, что сегодня даже ребенок 700 граммовый, третьи сутки. Мы для него сделали все возможное для того, чтобы он был здоровым и перспективы у него благоприятные. Сразу после операции был проведен консилиум по другой пациентке с не менее сложным диагнозом. Будущая мама – сама врач по профессии. Было принято решение о проведении экстренного родозрешения. На свет появился еще один малыш. Так в день медицинского работника оперируют, спасают жизни и рожают сами. Рината Шипулина, Владимир Киселев, телекомпания, ФКТ. Продолжаем. Более двух тысяч новых зонтов появилось на пляжах Сочи. Оборудование привезли на курорт из Китая и установили на муниципальных пляжах. Кстати, в этом году пляжных территорий для сочинцев и гостей курорта станет больше за счет того, что некогда закрытые городские прибрежные территории освобождают от забора, в том числе посуду. Все подробности Ольги Десятовой. В санатории Южное Взморье пока погода не располагает к отдыху у моря, поэтому на участке набережной, прилегающем к здравнице, людей немного. Но как только солнце станет светить ярче и море станет теплее, сюда потянутся сотни отдыхающих. Благо прогулочная зона и часть санаторского пляжа теперь открыты для всех. Хотя еще в начале прошлого летнего сезона железные ворота санатория делили адверскую набережную фактически надвое. И чтобы попасть с одного пляжа на другой, нужно было сделать двухкилометровый крюк через улицу Ленина, вместо того, чтобы пройти пешком 50 метров. Можно свободно пройти на территорию, посидеть на лавочке, отдохнуть, подышать свежим воздухом, так как там растут сосны. Я думаю, что это здорово, потому что все-таки должен быть свободный доступ, чтобы люди могли понимать, что они здесь желанные гости и всегда им здесь рады. После долгих судов администрации удалось наложить публичный сервитут и открыть муниципальную территорию, которая находится в долгосрочной аренде у Южного Взморья. Также свободным стал пляж санатория Знания. На очереди еще одна береговая полоса. Центральная набережная Сочи заканчивается вот здесь, у пансионата Эдем. Жители и гости курорта упираются в забор, который стоит здесь уже много лет. И это несмотря на то, что пляж-гостиницы муниципальный. А значит, должен быть открыт для всех желающих искупаться в море и позагорать на берегу. Пока же таким правом могут воспользоваться только постояльцы отеля либо те, кто купит сюда входной билет. Но совсем скоро все должно измениться. Администрация выиграла суд, и по его решению забор должен быть демонтирован и проход открыт. Всего же в Сочи 81 муниципальный пляж. И кто бы ни был арендатором этих территорий, плата здесь может взиматься только за прокат пляжного оборудования. Причем навязывать его никто не имеет права. Уже около месяца по поручению главы города Анатолия Пахомова на курорте работает горячая линия по вопросам доступности муниципальных пляжных территорий. В любой будний день с 9 утра до 6 вечера можно позвонить по этому номеру и высказать претензии по работе пляжей. Каждый звонок становится предметом пристального внимания и разбирательства со стороны Управления по курортному делу и туризму администрации Сочи. Анализ показал, что большинство таких жалоб, естественно, касается ведомственных пляжей. К сожалению, там полномочия администрации заканчиваются на том, что этим ведомственным пляжем предоставлены земельные участки федеральным Росимуществом. То есть пляжи федеральных ведомственных здравниц обладают статусом лечебных и доступ на них ограничен. У мэрии нет полномочий, чтобы повлиять на эту ситуацию. Ну а муниципальные пляжи открыты и ждут гостей. Правда, с погодой любителям морских ванн пока не везет. Но работы по благоустройству уже практически завершены. Совсем недавно здесь навели последние штрихи, установили более двух тысяч новых пляжных зонтиков. Так что любителям пляжного отдыха теперь будет где скрываться от лучей палящего солнца. Осталось только дождаться, когда лето, наконец, возьмет реванш. И на курорте установится привычная жаркая погода. Ольга Десятого, Рената Шипулина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В Сочи появились два новых объекта показа. Накануне представителям экскурсионных фирм о них рассказал руководитель управления по курортам и туризму Сергей Дамарат. Теперь, помимо прочего, в Сочи предлагается и агротуризм. Семейная фирма «Экзарха» расположена в Хостинском районе. Там можно и козлят покормить, и урожай помочь собрать. Оценителям ледовых скульптур среди жаркого лета предложат ледяную галерею в Олимпийском парке. Все это частные бизнес-проекты. Но удачные идеи администрация курорта, отметили на совещании, обязательно поддержит. Мы предполагаем, что к этому летнему сезону в городе Сочи появится более десяти новых объектов туристского показа. Это как природные объекты, так и созданные руками предпринимателей. К слову, на курорте завершила работу комиссия, которая проверила экскурсоводов на знании материала об истории Сочи и основных объектах показа. Всего порядка 600 специалистов из 40 экскурсионных фирм прошли обучение и тестирование. Слова с днем рождения он услышал в 95-й раз. Герой России Павел Сюткин сегодня отмечает юбилей. Торжественное мероприятие для ветерана организовали в Доме культуры Центрального района. Павел Павлович Сюткин – артиллерист, полковник в отставке. Последний по дате награждения ветеран Великой Отечественной прижизненно удостоены звания Героя. Участвовал в прорыве обороны фашистов в Восточной Пруссии и отличился при взятии города и крепости Пилау. Был дважды представлен к званию Героя Советского Союза, но так и не получил его из-за ошибки в документах. Награда нашла его спустя 63 года. В 1995 году по приглашению родственников переехал в Сочи. Здесь власти позже выделили ему квартиру. Сегодня Павел Сюткин – неизменный участник патриотических мероприятий в постоянной активности и видит свой секрет долголетия. Долголетие – здоровый образ жизни, устремленность, всегда физический труд, всегда спорт. Памятные подарки ветерану сегодня вручили представители городской администрации, городского собрания Сочи, Совета ветеранов курорта, молодежных военно-патриотических организаций и многочисленных творческих коллективов. Сочинка Ольга Авдеева завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы под дзюдо среди мастеров. Турнир проходил в Хорватии, в городе Загреб. В нем принимало участие 870 дзюдоистов из 33 стран. Старший тренер спортшколы Олимпийского резерва, мастер спорта по дзюдо, обладательница черного пояса «Третий Дан» Ольга Авдеева неоднократно становилась победителем крупных международных турниров. Но на этот раз сделала вызов сама себе. Выступила не в своей весовой категории, а на порядок выше. За бронзу чемпионата Ольга сражалась с дзюдоисткой Израиля Барнея Эйнат Каган и одержала победу. Однако затем уступила французским дзюдоисткам. Стоит отметить, что воспитанники Ольги Авдеевой и все ее трое детей также активно занимаются борьбой и имеют высокие результаты на соревнованиях различного уровня, за что неоднократно были награждены в том числе и главой города. Тренер спортсменки Владимир Елединов отметил, что впереди чемпионат мира в Италии. Необходимо принять во внимание все ошибки и снова в бой с новыми силами. Тем более, что мировой пьедестал Ольге уже покорялся. Премия права потребителей, качество обслуживания подвела итоги в Сочи. В ней приняли участие лучшие компании из разных сфер бизнеса. На восьмой ежегодной церемонии награждения премии в области высокого качества сервиса и производимых товаров побывала и наш корреспондент Татьяна Говоркова. Ежегодная премия в области высокого качества сервиса и производимых товаров по традиции открывается форумом. Здесь участники обсуждают актуальные проблемы современного потребительского рынка, расставляют приоритеты в системе первоклассного сервиса и качество предлагаемого товара, а также обмениваются опытом общения со своим потребителем и государственными органами. Четвертый год в премии участвует компания «Эйсос», в бизнесе которой главный акцент на обслуживании потребителей. В этом году компания приняла участие в категориях «Кухонная техника и посуда» и «Техника для красоты». Для любых IT-проектов, для любых IT-компаний сервис – это очень важная составляющая у бизнеса, поэтому без хорошего сервиса не сможем нормально продавать, не сможем нормально общаться с нашими клиентами, поэтому если клиент будет плохо думать о наших продуктах, это будет очень плохо. Поэтому сервис мы считаем одним из ключевых направлений в нашем бизнесе в России. О своем потребителе заботится каждая компания. Polaris, например, разрабатывает новую продукцию и совершенствует дизайн. В этом году компания приняла участие в номинации «Кухонная техника». С нашей точки зрения продукт должен быть новым, технологичным, удобным и надежным. И именно поэтому в этом году мы запускаем наши новые категории, такие как гироскутеры. В прошлом году мы запустили кофеварки, пылесосы, роботы-пылесосы. Премия «Права потребителей и качество обслуживания» инициирована фондом социальной проекты, а значит продукция компании-участниц рассчитана на клиентов разного достатка и всевозможных сфер бизнеса. Так, например, компания «Ипрана» впервые вышла на премию с предложением спортивные развлечения и интеллектуальные игры. Подарки, впечатления – это, собственно говоря, то, из чего и состоит наша жизнь. Прыжки с парашютами, яхтинги, картинги, гонки на аквабайках и так далее. То, что могут себе позволить и обычные граждане, и корпоративные клиенты. А спортивно-интеллектуальное многоборье – это соревнование, которое сплачивает бизнесы, политические структуры, просто любители игры. Впервые в премии приняла участие компания, которая занимает ведущие позиции на рынке недвижимости Москвы и Московской области. Афид Девелопмент специализируется на строительстве жилья разного класса. Она премию вышла с проектом резиденции композиторов клубного квартала на Павелецкой набережной. Видим свою миссию в том, чтобы строить качественное жилье и формировать особую среду для жизни. Не только квадратные метры, но и особенную инфраструктуру, особенную эмоциональную творческую составляющую в своих проектах. Поэтому тема данной премии «Качество и сервис обслуживания потребителей» очень актуален, потому что это именно то, к чему мы стремимся превосходить ожидания наших потребителей. Итогом форума стала торжественная церемония награждения лауреатов. Лучшие компании получили свои награды, которые являются гарантией востребованности и доверия потребителей. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Вкусная и полезная рыба Камчатки в Сочи. Рыбный бутик «Санкт-Петербурга» предлагает попробовать больше 30 разновидностей морских продуктов. Торговый прилавок находится в выставочном зале «Гранд-Марина» на улице Несебрская, 1Б. Рыбный бутик из Санкт-Петербурга предлагает на выбор покупателей огромный ассортимент копченых деликатесов. Палтус, кита, нерка, чавыча, окунь и, конечно же, красная и черная икра. Любители морепродуктов могут также приобрести камчатских крабов, белугу, горячего копчения из Астрахани. Прямые поставки из Сахалина. Приемлемые цены, свежести, качество продукции подтверждены сертификатами. «Товар не ставим с большой наценкой, любим покупателей и работаем для души, индивидуальный подход к каждому покупателю. Взяли товар на пять дней, товар заготовлен был перед отправлением. Машины подъезжали к фуре загружаться сразу, индивидуально, прям с цеха. Любим работать на качественном товаре, чтобы нас искали, благодарили и на этом и держится бизнес». Рыбный бутик из Санкт-Петербурга будет работать в выставочном зале на Несебрской до 21 июня включительно. С новым товаром предприниматель вернется через неделю. Получить подробную информацию можно по телефону 8 921 949 83 73. И в завершении информации от партнеров программы «Стоматология» Скаковский работает по принципу 3П. Порядочность, последовательность, профессионализм оказывает все виды стоматологических услуг. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Продолжение следует...